Привет, друзья! Посмотрите на нашу обычную батарейку. Вы будете в шоке, но я утверждаю, что она способна поймать все каналы. Звучит как фантастика, правда? Но давайте мы сейчас проверим этот лайфхак до конца. Возможно, кто-то изобретал космические корабли, а я делаю бесплатную антенну из батарейки. Берем нашу бухточку коаксиального кабеля и отмеряем ровно 20 сантиметров. Почему именно 20 сантиметров? Некоторые говорят, что 20 сантиметров это число резонанса, а кто-то добавит, что так завещал великий гуру из подвала. Но так или иначе, отмеряем ровно 20 сантиметров рулеткой и отрезаем два таких кусочка. Тут важно не ошибиться даже на миллиметр, ведь по легендам это может изменить силу сигнала аж на 200 процентов. Или нет? Сейчас мы берем первые 20 сантиметров кабеля и готовим его к установке фишки. Вообще, некоторые знатоки называют фишку F-разъемом, но мне привычнее говорить именно фишка. Так оно звучит более неформально, согласитесь? Говорят, что правильное подсоединение фишки способствует повышению качества сигналов двое. Проверим ли так ли это? Первый шаг. Аккуратно снимаю верхнюю изоляцию, буквально пару миллиметров, чтобы не повредить оплетку. Знаю, кто-то сейчас напишет, ты режешь слишком глубоко или у тебя нет специального стрипера, но мы используем наш обычный нож. Как сказал бы Никола Тесла, конечно же в шутку, инструмент важен, но главная идея в голове. Теперь надвигаю фишку, слегка прокручиваю ее по резьбе, чтобы она плотно села. Кто-то считает, что если сделать один виток лишний, можно ловить даже спутниковые каналы. Но я не буду сейчас обещать вам сверхъестественное, просто придерживаюсь классической схемы. Те же самые действия повторяю со вторым кусочком кабеля. Зато потом никто не скажет, а почему у тебя один конец оформлен, а второй нет. У нас все должно быть симметрично и по науке. Тут как в геометрии, если у вас два равных отрезка, то и фишки должны быть одинаково надеты. Загибаю оплетку назад, чтобы освободить центральную жилу. Важный момент, центральная жила не должна замыкаться на оплетку, иначе мы не словим ничего. Кроме разве что удивленных комментариев. Я всегда говорю, чем аккуратнее работать, тем меньше хейта в комментариях. Вроде бы девиз многих DIY-щиков. Ну что ж, оба кабеля с одного конца теперь вооружены фишками. Дальше наступит этап, где мы возьмемся за другой край и сделаем нечто куда более авантюрное. Но об этом чуть позже, не переключайтесь. Итак, теперь переход ко второму, самому длительному этапу нашего эксперимента. Мы имеем два кусочка по 20 сантиметров, и нам нужно сделать там нечто магическое, чтобы по итогу получились наши будущие пружинки. Почему магическое, сейчас увидите. Сначала я отмеряю ровно 15 сантиметров от противоположного края каждого кусочка. Буквально прикладываю рулетку. Никому не позволяйте говорить, что точность не важна. Да, некоторые знатоки утверждают, что если сделать 14 с половиной или 15 с половиной, то будет либо суперусиление, либо суперпровал. Мы как-то рисковать не будем, делаем ровно 15 сантиметров. Теперь берем инструмент для снятия изоляции. Кто-то делает это специальными ножничками, а кто-то обычным канцелярским ножом. Я предпочитаю метод чуть-чуть надрезать и аккуратно стянуть. Порой это похоже на то, как снимать шкурку с банана. Главное не задеть мягкую часть, то есть наш кабель. Оплетку мы тоже отрезаем, она нам здесь не нужна. После того, как мы разобрались с оплеткой, переходим к центральной жиле. Снимаем еще один слой изоляции, чтобы осталось голых 15 сантиметров. Кстати, для кого-то эта идея может показаться абсурдной. Но именно из этого голого участка мы потом сделаем пружинки. Почему 15, а не 10 или 30 сантиметров? Тут все очень просто. Я где-то прочитал, что 15 дает идеальное соотношение для ловли частот. Конечно, возможно, автор этой статьи просто угадал. Но мы проверим это на практике. Говорят, если во время зачистки кабеля включить какую-нибудь музыку для медитации, то проводник будет намного чище и прямее. Во время работы с канцелярским ножом будьте осторожны, берегите свои руки. Ну что ж, на одном куске мы уже сняли и изоляцию, и оплетку. И вот эти 15 сантиметров торчат, похожие на тонкую проволочку. Повторяем все то же самое на втором куске, ведь у нас конструкция будет из двух отрезков, не забывайте. Как говорил один великий конструктор, лучше пять раз отмерить и один раз отрезать. Это наш секретный девиз в таких проектах. Кстати, если кто-то считает, что миллиметры ничего не решают, я приглашаю их в комментарии, чтобы они высказали свое возмущение. Оплетку мы тоже освобождаем. Тут важно не порвать ее в труху, потому что в некоторых методах оплетка имеет решающую роль. Но мы, кажется, собираемся ее убрать, чтобы получить длинную центральную жилу. Да, звучит странно, но мы как будто бы раздеваем этот кабель. Вспоминаю высказывание, которое вполне мог сказать Варнер Фор Браун. Если хочешь достичь космоса, не бойся потянуть за лишние провода. У нас космоса не будет, но, надеюсь, будут каналы. Работа эта несложная, но требует внимательности. Если переусердствовать и надрезать центральную жилу, ее прочность будет под вопросом. И тогда, как говорил Тесла, нет ничего хуже, чем сломать провод на середине опыта. Некоторые уже думают, а не легче ли купить готовую антенну? Может быть и легче, но разве это весело? Но, напоминаю, здесь мы как археологи раскрываем потенциал каждой детали. Итак, оба куска подготовлены. Теперь она выглядит, мягко говоря, странно. Коннектор на одном конце, 15 сантиметров голого провода на другом. Но дальше будет еще интереснее. Именно эти голые жилы сыграют ключевую роль в создании нашей чудо-антенны. Сейчас нам нужен цилиндрический предмет, у которого диаметр чуть больше, чем у нашей батарейки 2А. Говорят, что это важно для правильного закручивания проволоки. Обычно бы я взял кусок трубы или маркер потолще, но тут мне под руку попались духи моей жены. Их диаметр идеально подходит. Да, звучит странно, но разве мы не любим абсурд? Аккуратно наматываю наши 15-сантиметровые центральные жилы на этот флакон. Главное не повредить жилу и не порезать пальцы. Кто-то, наверное, сейчас думает, зачем такие сложности. Но именно так мы делаем будущие пружинки. Если довериться байкам из интернета, такая пружинка способна добавить антенне дополнительный резонанс. Я ведь не знаю, правда это или нет, но нравится сама идея. Духи плюс кабель равняется сигнал. Никола Тесла бы наверняка улыбнулся. Теперь, когда проводник обрел форму, снимаю ее с флакона. Получаются симпатичные колечки. Не забываем, что все это делаем на полном серьезе, ведь мы почти создаем чудо инженерию в домашних условиях. После того, как мы сделали красивые витки, нам нужны сгибы на концах пружинки. Зачем? Чтобы припаять к батарейке так, чтобы сама батарейка парила в воздухе и не касалась провода. Я называю это левитацией. Наши скептики уже, наверное, пишут комментарии. Это же абсурд. Но пока все идет по плану. Сейчас берем наш паяльничек и подготавливаем плюсовой контакт батарейки к пайке. Считается, что хорошее соединение напрямую зависит от того, как мы зачистим и подготовим место пайки. Кто-то рекомендует использовать дорогущий флюс, а я беру доступную паяльную пасту. Наношу чуть-чуть пасты на сам контакт. Говорят, если переборщить, ничего страшного. Но лучше не заливать все подчистую. Как говорится, в меру всего. И олова, и здравого смысла. Припаиваю нашу пружинку так, чтобы сама батарейка висела, не касаясь провода. Представьте, это будет сцена из фильма о левитации. Батарейка слегка парит в воздухе. Лишь кончик пружинки держит ее на пайке. Критически важно, чтобы пружинка не прикасалась к корпусу батарейки. Если что-то пойдет не так, то у нас будет короткое замыкание, а не магическое бесплатное телевидение. Но я верю, что мы все делаем правильно. Теперь повторяем тот же фокус с минусовым контактом. Наношу нашу паяльную пасту, чуть-чуть олова. И это опять же тонкое дело. Слишком мало, пайка будет слабой. Слишком много, рискуем залить все к черту. Припаиваю вторую пружинку к минусу, чтобы батарейка окончательно заняла подвешенное положение. Если плюсовая пружинка будет зафиксирована слишком жестко, а минусовая расхлябана, вся конструкция может выглядеть немного косо. Но нам важнее, чтобы контакт был надежным. Немного подвигав пружинку, убеждаю, что она не касается батарейки. Ведь теперь создается впечатление, будто батарейка левитирует между двумя витками. Глядишь, это и есть наш секретный способ поймать большое количество каналов. Теперь я корректирую форму наших пружинок, чтобы они не касались корпуса батарейки. Это ювелирная работа, не дай бог короткое замыкание. И вся магия исчезнет. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет. Бесплатное телевидение! Ну, что-то в этом духе. Теперь, когда у нас получилось это чудо-конструкция с батарейкой, время взять сплиттер на два выхода. Казалось бы, зачем он нужен, если мы уже все собрали? Но, говорят, сплиттер порой творит магию, будто усиливает сигнал, распределяя его сразу на два направления. Вставляем первую пружинку в один выход. Главное не обломить всю эту нежную пайку, ведь если что-то сорвется, мы потеряем левитацию батарейки. Как говорил некий гуру DIY, одна неправильная поза и весь проект идет прахом. Затем берем вторую пружинку и аккуратно подсоединяем ко второму выходу. Теоретически, каждый выход может ловить свою часть спектра. Хотя я сам не уверен, насколько это научно, но идея звучит красиво. Конечно, это все серьезное инженерное дело, но выглядит так, будто мы создали инсталляцию для музея современного искусства. Батарейка, парящая на двух витках, воткнутая в сплиттер. Проверяем, чтобы наша пружинка не замыкалась на корпус сплиттера, ведь внутри сплиттера есть своя, пусть и небольшая, схема распределения. Если соединить все не так, мы получим шум вместо сигнала. Теперь подправляю положение пружинок и батарейки. Кажется, все держится как надо. Надеюсь, этот причудливый сетап действительно даст результата. Скоро проверим. Сейчас я подгоняю все по месту, чтобы батарейка ровно парила в центре. Как сказал бы великий Тесла, если бы жил в нашем веке, немного подстройки и мы улучшим силу поля. А мы просто выравниваем, чтобы смотрелось аккуратно. Лучше пусть оно выглядит красиво. Все же мы немного эстеты. Теперь, когда у нас уже готова конструкция с батарейкой и двумя пружинками, пора подвести магический кабель, который пойдет к телевизору. Для этого я беру еще 20 сантиметров коаксиального кабеля. Да-да, снова 20 сантиметров. Как говорится, это идеальное число. На одном конце ставим коннектор и подключаем его к входу сплиттера. Зачем сплиттер? Ну, кто-то утверждает, что он может вдвое усилить сигнал. Конечно, это большая шутка, чем реальность, но нам же нужен хоть какой-то распределитель. И сплиттер в этом случае вполне подходит. Считается, что если у нас есть и вход, и два выхода, то батарейка магическим образом распределяет сигналы. Я не буду оспаривать эту мистику, просто придерживаюсь самой теории, чтобы не спорить с диванными экспертами. На другом конце этого кабеля я тоже делаю коннектор, чтобы вставить его в телевизор. Тут все стандартно, снимаю изоляцию, прикручиваю F-разъем, зажимаю, проверяю, чтобы оплетка не коротила на центральную жилу. Выглядит все это так, как будто мы строим секретное устройство. На самом деле мы просто собираем самую обычную, ну или не совсем обычную антенну, которая непонятно кто и когда проверял. Готово! Теперь наша антенна из батарейки и двух пружинок наконец-то подсоединится к телевизору через этот 20-сантиметровый кусок кабеля. Правда, звучит как волшебство, но сейчас проверим, сработает ли. Теперь, чтобы не было теории заговора, я беру TV-тюнер. Подключаю питание в розетку. Вставляю HDMI кабель от монитора. И подключаю нашу сверхъестественную антенну. Полагаю, в этот момент многие уже готовят комментарии. И посмотрите, каналы действительно появляются. Удивительно, не правда ли? Конечно, я не обещаю супер HD качество, но факт остается фактом. Какие-то каналы есть. Считайте, что мы проверили настоящую магию DIY. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И, конечно, пишите в комментариях, что вы думаете о нашей батарейке антенне. Мне уже не терпится прочитать ваше мнение. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.